Приветствую всех, Clash of Clans на ваших экранах, и это у нас третья серия по фан-атакам. Сегодня в нашей серии фигурирует такая сборочка, как 40 хогов четвертого уровня, и мы попробуем с ними что-нибудь интересное сделать. Как вы понимаете, хоги, как и шары, требуют к себе каких-нибудь луков или магов, для того, чтобы добить остаток здания после снесения всего дефа. Но мы этого дела брать не будем, и посмотрим, на что способны просто 40 хогов. Поехали! Я, кстати, предлагаю забрать такую жирненькую базу, на которой есть по 400 тысяч ресурсов и 1 тысяча нефти. Несмотря на то, что это дело мне просто некуда впихнуть, жадности меня душат, не знаю почему. В общем, чисто для обзора, чтобы вы видели, что такие жирные базы существуют. Ну, после этой атаки я вам покажу свой дефенс, поскольку с меня сносят, и предлагаю начать. База, конечно, бомжовая, но ради того, чтобы в кадр попали ресурсы, я думаю, это того стоит. Для начала проверим кастл-клан. Проверим одной свинкой. Кастл-клан отсутствует, и давайте подумаем, откуда можно нападать. В принципе, можно нападать с любой стороны, и предлагаю начать атаку отсюда. Скидываем всех наших 40 хогов, и пускай они здесь бегают и что-нибудь делают. Сразу же готовим баночки хила, которые мы будем кидать попутно в ветру. Так, первая баночка пошла. Куча хогов вхилится. Предлагаю уже скидывать короля и 5 луг, которые мне находятся в кастл-клане. Такс. Хоги разбегаются по всей базе, сносят все, что видят. Сносят очень быстро, потому что их количество просто зашкаливает. Пошла вторая баночка. И я думаю, на этом с баночкой можно завершить, потому что, думаю, хоги и без хила справятся тут. И поэтому тратиться дальше я не вижу никакого смысла. Используем способность короля, чтобы он с варварами здесь как можно быстрее все разносил. Как видите, действительно повезло нашу очень жирную базу, и такой действительно очень редко встретишь. Надеюсь, когда я перейду на 9-й таунхолл, будет такое тоже попадаться. Но это уже как получится. Действительно, удачи, еще раз удачи. По-моему, раз в 5 перелистнул, если не ошибаюсь, не отказывает мне память. Как вы могли заметить, золото у меня особо не убавилось при поиске. То есть, примерно, раза в 5 я перелистнул. Если посмотреть, то у этого товарища заполнено хранилище. И либо он хранилище заполнен на шахтах, либо он активно играет. О, как можно играть с такой прокачкой забора и вообще всего дефа, я не представляю. Скорее всего, товарищ редко заходит в игру, собирает ресурсы с коллекторов. Но я уверен, его все равно сносят. И сносит спокойно луками и варварами. Потому что здесь абсолютно не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы снести эту базу. Как видите, действительно, очень большой лут. И такое очень-очень редко встретишь. Все, база снесена уже у нас практически на 100%. И все, третья звезда у нас в кармане, база снесена на 100%. Как видите, по 400 тысяч ресурсов мы забрали и 1000 нефти. Как-то небольшой бонус. И напоследок я предлагаю, хочу вам показать свою оборону. Сколько именно с меня могут забирать при примерно таких заполненных коллекторах и фу-хранилищах. Впечатляет, не правда ли? Так что, ребят, никогда не оставляйте много ресурсов без присмотра. Иначе у вас случится что-то такое же. А я на этом хочу завершить третью серию фан-атак. Надеюсь, она вам понравилась. Она была намного удачнее, чем вторая. И на этом я хочу попрощаться. Спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.